Здравствуйте! В эфире программа «Территория успеха». Ее ведущие Татьяна Кобзарева и Иван Грещук. 3 марта 2023 года начнется второй этап продления срока действия лицензии управляющих компаний. Часть компаний уже на первом этапе лицензирования не прошли проверки на соответствие всем требованиям госжилинспекции. О том, как проходит процесс продления лицензий, куда обращаться по вопросам неправомерности общих собраний собственников и о нюансах взаимодействия с гражданами расскажет руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрий Саламаха. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий Вячеславович, предлагаю начать с собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Процедура становится все более популярной, как мне кажется, это к лучшему. Но, тем не менее, еще многие граждане не знакомы с алгоритмом и иногда не очень доверяют всему происходящему. Вот что делать, если есть сомнения в подлинности результатов таких собраний? Вы знаете, вообще инициатором проведения собраний может выступить любой гражданин, собственник жилья в данном доме. Собрание объявляется в течение за 10 дней до его проведения, уведомляются собственники. Уведомление можно либо разместить на досках объявлений в подъездах, либо иным способом донести до всех собственников. После чего проходит сама процедура, она может быть как очной, так и заочной. То есть, в принципе, законодатель дает разные варианты проведения этих собраний. В настоящее время, наверное, уже это положительная тенденция, наибольшую популярность начинают приобретать собрания, которые проходят в системе ЕЖКХ. То есть, один из собственников является инициатором этого собрания. А голосование происходит уже на портале, что гарантирует, скажем так, невозможность подделки протоколов. То есть, на данный момент это, наверное, самый безопасный способ, который на самом деле позволит гражданам выразить свое мнение по поводу управления своей собственностью. Опыт в данном направлении. У нас в прошлом году было порядка 20 собраний таких, а сейчас, на данный момент, уже больше 210 собраний проходят именно на портале через систему госуслуг. То есть, такое ощущение, что люди прям ждали этого механизма? Ну, скорее, он, во-первых, более прозрачный, скорее не ждали, просто начали пользоваться им. То есть, он себя показал, он, скажем так, зарекомендовал себя и уже, скажем так, привлек свое внимание граждан к проведению именно вот в этом формате. Ну, насколько я понимаю, другие форматы также остаются действующими, да, и как раз в этих форматах какие-то вопросы могут возникать. Конечно, все форматы, предусмотренные законодателем, они действуют, они не отменяются, вот, но именно вот в форматах, которые, скажем так, на бумажных носителях и возникает большинство вопросов. Вот, сейчас мы перешли уже в инспекции к такой практике, что в день обращения к нам организации о переходе домов протокола собраний мы выставляем на своих пабликах, на сайте инспекции, вот, вот, чтобы граждане могли ознакомиться в тот же день, что какие-то действия начинаются с их домом. Вот, в случае, если возникают сомнения, они приходят к нам и могут ознакомиться со всеми документами, которые предоставлены для перехода. Но вы же сталкиваетесь с тем, что люди сомневаются в подлинности протоколов, вот что нужно делать? Вы все-таки не правоохранительные органы, вы не можете там какие-то расследования проводить или можете? Нет, значит, на данном этапе мы, приходят граждане, знакомятся со своей подписью, со своим протоколом. В случае, если выясняется, что это не их подпись, либо они не были участниками этого собрания, они пишут у нас заявление. Вот, во-первых, сразу же эти голоса не учитываются при определении подлинности протокола, при почете голосов. И все документы мы собираем и передаем в правоохранительные органы. Но первая инстанция, получается, это все равно вы? Все-таки вы. Мы начальная инстанция. Сейчас у управляющих компаний период продления лицензии. Как много компаний не получат лицензии, есть ли уже сейчас такие данные, но все-таки есть ли добросовестные компании, сколько их в процентном соотношении? Ну, вообще, первый этап продления лицензии, он проходил в прошлом году. Значит, в декабре прошлого года 41 компания не продлила свои лицензии. Вот, это порядка 25% от всех компаний, которые работают на этом рынке. Основными нарушениями, из-за которых не удалось им продлить лицензии, это были задолженность, которая подтверждена судом перед ресурсоснабжающими организациями. Вот, это нарушения, связанные с работой и размещением информации в системе ЕСЖКХ, которая для них является грубым нарушением. Вот, а также административные штрафы и, скажем так, представления и предписания, неисполненные, которые были выданы в том числе и инспекцией. Сами жильцы могут как-то повлиять на то, что управляющую компанию могут лишить лицензии? Ну, жильцы скорее могут перейти просто в другую управляющую компанию. Это наиболее простой механизм провести собрание и самостоятельно сменить свою управляющую компанию. Ну, а для УК это часто катастрофа, если даже один дом выходит из-под сферы. Конечно. Ну, во-первых, это и финансовые потери у них, и репутационные потери, поэтому управляющие компании все-таки стараются держаться за дома. Если говорить об, ну, скажем, основных критериях, понятно, что их довольно много, и, наверное, не все они будут нам сейчас интересны, но основные критерии, по которым управляющие компании получают лицензию, какие вот основные критерии выставляет госжилинспекция? Ну, основными критериями являются, как раз, это отсутствие задолженности, это отсутствие неисполненных предписаний и предостережений, потому что выносятся они по результатам проверки, которые мы проводим на основании обращений граждан, вот, и это является, скажем так, ключевым и основополагающим моментом при продлении лицензии. То есть есть ряд требований, он гораздо шире, но вот это такие моменты, на которые мы смотрим в первую очередь. Дмитрий Вячеславович, как на сегодняшний день осуществляется вообще взаимодействие ведомства с гражданами? Потому что мы уже проговорили несколько моментов, да, что к вам можно обращаться по тому или иному поводу, давайте чуть шире об этом поговорим. Как вы взаимодействуете с гражданами, какие есть каналы связи, и в каких случаях, самое главное, можно обращаться в госжилинспекцию? Где ваша юрисдикция, скажем так? Ну, на самом деле, с недавнего времени мы, наверное, наиболее сильно продвигаем вообще инспекцию в сетях. У нас есть свои паблики, у нас есть своя страница в Телеграме, ВКонтакте. То есть это такая достаточно массированная сеть пабликов, в которой мы размещаем всю информацию о деятельности инспекции. То есть не только о протоколах, но в том числе и о контрольно-надзорных мероприятиях, и о действиях по, скажем так, передаче документов правоохранительных органов. То есть наиболее, скажем так, массированно стараемся раскрывать информацию о деятельности инспекции. Сейчас очень популярен вопрос, связанный с подвалами многоквартирных домов. Как осуществляется, контролируется содержание подвалов? Задача по контролю за содержанием подвалов вставилась губернатором перед нами. Поэтому, скажем так, во взаимодействии с управами районов, с органами местного самоуправления, мы проводим совместные проверки. Но основополагающим критерием является обращение граждан. Соответственно, инспектор выходит по заявлению, проводит ряд мероприятий. Если устанавливаются факты, не надлежащие эксплуатации общедомового имущества, а подвал-то, по сути, есть общедомовое имущество, соответственно, первоначально выдается предписание об очистке или устранении всех нарушений. В случае, если этого не делается, то должностное лицо или управляющая компания привлекается к административной ответственности. На текущий момент мы, скажем так, сделали большой рывок в очистке подвалов. Да, они есть еще, не все подвалы очищены. Не все управляющие компании, скажем так, откликнулись на вот этот посыл обеспечить безопасность граждан. Но, тем не менее, критическую точку подвалов мы прошли. То есть теперь, скажем так, будем уже дочищать подвалы. Здесь с подвальными помещениями есть еще один нюанс. Часто случается так, особенно в новостройках, подвальные помещения часто являются условно-коммерческой собственностью. И там либо какой-то магазин, либо склад, либо еще что-то. Спортивный клуб. Да. Как в этом вопросе решения принимаются? То есть кто должен подавать заявление? Опять же, наверное, граждане, даже лициклуба. Граждане. То есть первоисточник всех обращений – это граждане. В настоящее время мы взаимодействуем плотно с органами МЧС, с органами Роспотребнадзора. И к каждому помещению, в том числе к подвальному, есть свои определенные требования. Поэтому все проверки проходят, скажем так, совокупно по всем направлениям. И независимо от того, коммерческая недвижимость, но меры, скажем так, превентивного характера по обеспечению безопасности граждан, они применяются уже в разрезе трех ведомств. Дмитрий Вячеславович, Госжилинспекция довольно давно уже ведет работу, направленную в частности на профилактику нарушений, связанных с содержанием дымовых, вентиляционных каналов и, в частности, газового оборудования в многоквартирных домах. Как обстоят дела в текущий отопительный период? Потому что, ну, почему уточняю, что отопительный, ни для кого не секрет, что многие используют, в том числе и газовое оборудование для обогрева. Иногда печально это все заканчивается. Да, и, к сожалению, есть случаи, когда это заканчивается плохо. Ну, вы знаете, здесь вот два этих направления, они как бы смежные, но все-таки правильнее будет разделить. То есть первое направление – это обследование газового оборудования. За 22-й год совместно с «Газпромом» мы провели ряд, скажем так, мероприятий. И в инспекцию поступило порядка 6 тысяч материалов о недопуске сотрудников «Газпрома» к проведению обследований. В течение двух месяцев все эти материалы были инспекцией рассмотрены. И на стадии рассмотрения граждане, как правило, заключили договор, предоставили допуск. Но есть факты, когда граждане не допустили даже после этого, соответственно, были привлечены к административной ответственности, и это не освободило их, скажем так, от обязанности обеспечить контроль за своим оборудованием. Что касается дымохода, то здесь основной проблемой является у нас, скажем так, перепланировка или переоборудование вентканалов, когда устанавливается принудительная вентиляция. Так как система дымоудаления устроена таким образом, что весь угарный газ поступает в единую, скажем так, систему, и под давлением вот этих вентиляторов может возникнуть обратная тяга. И освободив, скажем так, помещение от продуктов горения в одной квартире, принудительно это все попадет в другое. Сейчас мы проводим большую работу, опять же, газовики предоставляют информацию о том, где это установлено. Соответственно, управляющим компаниям выдаются предписания об устранении этого всего. После чего, в определенные контрольные сроки мы проверяем, если это не устранено, то будем выходить в суд. Но, как правило, после того, как управляющий получает предписание, отрабатывает, то все эти вентиляторы убираются, и система приводится в первоначальное состояние. А давайте подетальнее поговорим о том, что грозит людям, которые принципиально не пускают газовиков к себе домой. Вот отказывают, это моя квартира, это мой дом, не заходите, не пускают. Что грозит этим людям? Грозит привлечение к административной ответственности. Штрафы, наверное, невысокие, но сам факт привлеченности уже накладывает определенный отпечаток на человека и стимулирует для недопущения впредь подобных административных правонарушений. Причем открытость и инспекции, в том числе в этой работе, она позволила, помимо того, что 6 тысяч человек у нас заключили, можно сказать, принудительные договоры, более 30 тысяч договоров уже были заключены в одностороннем порядке. То есть граждане уже реагируют и адекватно относятся к требованию о необходимости допустить свое имущество. То есть это их обязанность допустить свое имущество и заключить соответствующие договоры на обследование газового оборудования. Просто многие боятся какого-то обмана, мошенничества. Что должны предъявить гражданам газовики обязательно, чтобы они не боялись пускать свое жилище? Прежде всего они должны предъявить удостоверение. Сейчас мы реализовали проект, что газовики взаимодействуют с управляющей компанией. То есть представители и управляющей компании, и газовой службы совместно выходят на данные мероприятия. Но однозначно это должно быть удостоверение представителя той или иной службы. И после этого они могут допускать и заключать договор. Ну и плюс ко всему, наверное, можно по номеру, который указан в платежке, просто позвонить и спросить, а должна ли быть такая проверка оборудования. Во-первых, узнать, должна ли быть, есть ли такой специалист данной организации. То есть все доступно, прозрачно, все можно уточнить и бояться не стоит. Да, абсолютно доступно. Еще, если позволите, вопрос также связанный именно с этой темой. Вы заговорили о неузаконенных перепланировках. Как обстоит дело с такими случаями, когда в стену возводить нужно обратно? Да. То есть в случае, если собственник помещения произвел какую-то перепланировку в помещении, на первом этапе необходимо все-таки изготовить проект того, что планируется, чтобы он прошел все согласования. После этого получить у органов местного самоуправления разрешение на выполнение тех или иных работ согласно проекту. Без этих документов двигать стены, переносить что-либо в квартирах нельзя. А могут ли граждане сами выходить с инициативой? Придите, пожалуйста, посмотрите, все ли у меня хорошо. Или вот только через проверки это возможно? Ну, граждане могут выходить с инициативой, но прежде всего, если это касается перепланировок, то должен быть проект. То есть любое передвижение в квартире, изменение пространственных показателей, это прежде всего проект. Скажите, пожалуйста, как ГЖИ работает с другими департаментами, ведомствами? Вот межведомственное сотрудничество, какое оно, в чем оно заключается? Ну, у нас, скажем так, достаточно на хорошем уровне организовано взаимодействие с департаментом ЖКХ и энергетики и с департаментом по тарифам, так как, в принципе, отрасли смежные. Вот. Заключается она, ну, во-первых, мы проводим регулярно расширенные совместные совместные, куда приглашаем представителей управляющих компаний. То есть не только города Воронежа, но и всей области, на котором, во-первых, ставятся определенные задачи в отношении, скажем так, любых мероприятий, связанных с жильем. Также даются разъяснения по тарифной политике. Вот. Это, скажем так, основные направления именно с департаментами областными. И достаточно сильно у нас выстроено взаимоотношение с органами МЧС и Роспотребнадзора, потому что они также являются контрольно-надзорными органами. Вот. Поэтому обсуждаем проверки, готовим совместные какие-то мероприятия. Вот. И взаимодействуем, скажем так, по всем направлениям вот с этими службами. Дмитрий Вячеславович, мы с вами встречаемся, ну, практически в начале 2023 года. Вы заговорили о задачах, которые так или иначе стоят перед всеми ведомственными, да, на 2023 год. Если говорить о государственной жилищной инспекции, то основные задачи, которые стоят перед вами, перед вашими сотрудниками до конца 2023 года, есть ли такие? Ну, наверное, основными задачами у нас, они установлены с момента создания инспекции. Вот. Это обеспечение населения услугами ЖКХ, контроль за их качеством. Вот. Ну, я думаю, что приоритетным уже, наверное, подзадачей будет это сведение к минимуму, потому что сразу не получится свести к нулю, это все-таки фальсификация документов при проведении собраний. Вот. И все-таки приведение в надлежащий вид квартирных домов, подъездов, подвалов, кровель. То есть это вот максимальные такие задачи на текущий год, которые мы ставим перед инспекцией. Ну, мы желаем вам в этом удачи и нам всем тоже. Спасибо. Спасибо за беседу. Вы смотрели программу «Территория успеха». Этот и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте tvdfizgubernia.ru Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»